Здравствуйте, друзья! Мы вновь в гостях в компании НМК, которая производит отопительное оборудование. И оно хорошо знакомо зрителям канала Fornax Film, покупателям магазинов Fornax. Сегодня мы приехали за советом о том, как повысить эффективность системы отопления в целом и как сэкономить на топливе. Сергей, я к вам в гости приехал не случайно, потому что у меня есть несколько вопросов к вам, как представителю компании, которая производит котлы с самого разного уровня. Каким образом можно увеличить эффективность, повысить эффективность котла, в целом системы отопления при работе на угли? Какие действия нужно сделать? Может быть, на какие котлы следует обратить внимание при покупке? Котел – это, скажем так, сердце дома, которое дает тепло. И он работает наиболее эффективно именно в совокупности со всей системой. Скажем так, будет мало радиаторов, мало воды, но вы ставите мощный котел, заплатили за него деньги, у вас там все кипит, некомфортно. Либо наоборот, очень много воды в системе, много радиаторов, большая обвязка, но котел ставится маломощный. То есть, вот здесь именно нужно правильно сделать подбор, то есть, исходя из параметра квадратуры, высоты потолков, количество радиаторов, количество воды в системе. Исходя из этого, уже начинается предварительно подбираться котел. Либо это будет котел прямого горения, там, допустим, как Сибирь, да, либо очень хороший эффективный котел Гефест. Либо котел длительного горения, котел, допустим, Магнум. В продолжение, то есть, именно вашего вопроса о том, как повысить эффективность, я первоначально сказал, что котел должен работать в совокупности со всей системой. Система обвязка, система дымохода. Если что-то будет смонтировано неправильно, то, естественно, котел начнет плохо гореть из-за того, что у него не хватает тяги, дымит через дверки и так далее. Соответственно, он будет плохо нагревать всю систему. Что требуется? Однозначно, это техническое обслуживание. То есть, в процессе эксплуатации угольные котлы, у них на стенках расседает, то есть, смолит, смола. Ее нужно почистить. Как минимум, нужно почистить боковые стенки. Конечно же, если есть водонаполненные колосники, их желательно почистить. Необходимо это делать хотя бы раз в сезон. По-хорошему, в зимний период, когда вы заметили, что эффективность котла начинает падать, именно на это уже стоит обратить внимание. Качество угля, конечно, качество топлива тоже имеет большое значение. Сергей, правильно понимаю, для того, чтобы повысить эффективность котла, нужно его периодически обслуживать. А тем самым мы можем еще и снизить расход топлива. То есть, меньше жара будет уходить в трубу, и котел будет работать эффективнее, с чистыми стенками. Да. Если котел подобран правильно, сбалансировано со всей системой, и своевременно его обслуживать, да, здесь можно добиться хорошей эффективности в плане экономии. Все котлы, которые мы производим, здесь уже это продумано. То есть, доступность по чистке, она есть. Тот же котел Magnum длительного горения, у него сверху установлены почистные отверстия, да. Котел DeFest, большая дверка, позволяет заглянуть в любую часть котла, то есть, почистить стенки, почистить теплосъемные отбойники. При покупке котла человек об этом думает в самую последнюю очередь, о том, что придет время, и ему нужно будет это делать. Ну, особенно новички сталкиваются с такой проблемой. Все правильно. Почему? Потому что, я говорю всегда, человек сталкивается с монтажом отопления, грубо говоря, раз в своей жизни, ну, два. Человек, который, ну, не занимается профессиональным монтажем, поэтому при подборе котла, когда выбирает котел, на это, ну, стоит тоже обращать внимание. Вот в качестве примера я хотел бы показать вот такой вот шкребок. То есть, настолько примитивно, но очень эффективно. То есть, именно для очистки боковых стенок, верхних стенок, допустим, того же Гефеста можно почистить, залезть, почистить отбойники. Очень эффективно отскребает всю смолу, рекомендую. Даже после проведения таких очистных, ну, работ, скажем, котел начнет намного эффективнее выдавать в систему. Сергей, есть еще какие-то способы повысить в целом эффективность системы отопления? Может быть, это связано не только с чисткой, да, не только с качеством топлива, а еще с чем-то? Спасибо за наводящий вопрос. Да, однозначно мы придерживаемся такой политики при производстве своих изделий и запуске их в серию. Это удобство эксплуатации. То есть, помимо, ну, как я и проговорил ранее, то почистить котел можно удобно. Также, ну, скажем, длительность горения. Когда установлен, скажем, серия Atom у нас идет, 55 сейчас выходит на рынок, 20 будет. Это практически, ну, это автоматический котел длительного горения, где установлен бункер. Человек, грубо говоря, засыпает бункер и в течение трех суток может к нему не подходить. Остается только пополнить запас через трое суток, удалить залу и так далее. То есть, сама эксплуатация и, наверное, немаловажно, это КПД котла. То есть, насколько эффективно он забирает именно сгораемую энергию и выдает ее в систему. Друзья, я думаю, вы заметили небольшие изменения в дизайне котлов Гефест. Они стали, ну, наверное... Другой раз, Светка. То есть, мы постоянно идем к тому, чтобы наши котлы были узнаваемы на рынке. То есть, был именно свой цвет, то есть, не сливаться с другими. Зайдя, то есть, посмотрев фотографию, человек, зайдя в магазин, мог сразу увидеть наш котел. Двигаемся, да, в этом направлении. То есть, те же серии Гефест, они вот идут уже в новой расцветке. Сравните, если, допустим, старая моделька стоит в таком исполнении, окрас идет. Здесь уже такой более бросающийся в глаза, несравнимый с другим. Ну, я могу сказать лично от себя, допустим, выбирая модели нашего производства для установки в дом, котел Гефест со стороны покупателя, наверное, недооценен. Почему? Потому что у котла очень хороший КПД. Это котел, который был запущен в серию именно после того, как себя очень хорошо зарекомендовала серия Сибирь, КОО. Далее было следующим шагом, это котел Гефест. На нем ты не приготовишь, но в плане отопления, то есть, устанавливая где-то в отдельном помещении, котел прямого горения, который очень эффективно выдает в систему и очень с хорошим запасом закладки топлива. Следующий скачок, шаг, это был котел Магнум, который вложено было в него очень много знаний и пониманий по его эффективности работы, по длительности работы. Котел Гефест, он тоже позволяет регулировать длительность его горения от и до. У него, конечно, нет таких значений, как у Магнума, но в своем, скажем так, в своем сегменте он очень хороший, эффективный котел. Что ж, Сергей, спасибо большое, что поделились с такой важной информацией. В принципе, я, конечно, думаю, что мы Америку не открыли, но тем не менее, для тех, кто только собирается устанавливать в свой дом новый отопительный котел и думает, как правильно с ним обращаться, на что обратить внимание, я думаю, информация будет полезная. Хотел бы добавить, что, возможно, в наших встречах, когда мы обсуждаем, допустим, котлы, печи, мы в каких-то моментах немножко повторяемся, проговариваем одно и то же. Но это расчет именно на то, чтобы человек, если не видел предыдущие видео, он в этом видео уже мог подчеркнуть для себя информацию. В свою очередь, я скажу, что мне приятно с вами вести, всегда встречаться, то есть вести беседу за ваши хорошие вопросы, ну, в целом за компанию. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Ну, что ж, друзья, счастливо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok